В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Кирилл Васенин, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Я есть и буду 4 февраля, всемирный день борьбы против рака. Одноклассники и любимые учителя в школах города прошел день встречи выпускников. 3-5 в пользу гостей хоккейный клуб Саров Инвест провел домашнюю игру. Далее расскажем обо всем подробно. Об этом недуге большинство людей стараются не говорить вслух. Тема онкологии не запретная, но у многих вызывает негативные мысли и даже страх. Такое отношение связано со множеством факторов, которые появились вокруг этой болезни. Рассказать людям правду, научить способам профилактики и борьбы с онкологией и призван Всемирный день борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля. В этом году он проходит по девизам «Я есть и буду». Лучистые глаза, улыбка на лице. Сын на занятиях в техникуме рядом любящий и заботливый муж. Обычное семейное счастье Мария отвоевала у смертельной болезни. Несколько лет назад у нее обнаружили рак. Первое, что я испытала, конечно же, это огромный страх. Страх смерти, страх боли, страх оставить близких. И самое главное в этот момент справиться с этим страхом, мобилизовать все свои силы на дальнейшее лечение, которое не бывает простым, не бывает легким. А дальше больницы, лечение, химиотерапия. Несомненно, в такой ситуации очень важна поддержка близких. Побороть страх, перестроить сознание на позитив, наполнить его положительными эмоциями. Со всем этим тяжело справиться и человеку, столкнувшемуся с диагнозом, и его родным. Психологическая помощь – это один из самых главных моментов на пути к выздоровлению. Но, к сожалению, в Сарове такой помощи получить негде и не уколо. Хотя людей с диагнозом онкологии в городе предостаточно. И было бы неплохо организовать такой кабинет и прием онкопсихолога. К счастью, нам удалось в свое время найти такого онкопсихолога в Нижнем Новгороде. И мы получали помощь, связываясь по скайпу. Мария и ее муж Александр уверены, что большинство людей мало знают об онкологии, о методах ее диагностики и лечения. Узнав страшный диагноз, больной зачастую опускает руки и не делает попыток бороться за свою жизнь. А бороться надо, потому что никто, кроме себя самого, не поможет. Не стесняться, не ждать, добиваться консультации, добиваться лечения у специалистов. Ведь любое ранее начатое лечение улучшает прогноз и увеличивает шансы неизлечения. Пройдя через такое испытание, Мария многое переосмыслила. Стала по-другому относиться к жизни, к окружающему миру. Каждый день этой хрупкой женщины с очаровательной улыбкой и огромной силой воли проходит под девизом «Я очень хочу жить». Благодаря всему пережитому я научилась ценить жизнь, да и вообще в приоритете сейчас семья, любовь, доброта, любовь к себе и любовь к своим близким. Чтобы создавать будущее без рака, нужно действовать уже сейчас. В этом году стартует трехлетняя акция под лозунгом «Я есть и я буду». Это призыв к личному осмыслению того, что может сделать каждый человек в борьбе против этой болезни и какой вклад внести в компанию против рака. Основное внимание будет уделяться выбору здорового образа жизни, ранней диагностике и лечению. Бдительный саровчанин смог разглядеть противоправные действия и не попался на уловку мошенников. Злоумышленники в очередной раз хотели завладеть деньгами с банковской карты, прибегнув к уже отработанной схеме. Однако саровчанин сразу понял, что его пытаются обмануть и сообщил о попытке мошенничества в дежурную часть. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Вечер встречи выпускников для сотрудников и владельцев караоке-бара на улице Менделеева закончился сразу несколькими заявлениями в полицию. В одном случае сообщили о пропаже 5000 рублей из сейфа в подсобных помещениях, в другом – о массовой драке между посетителями. Как выяснилось, в ходе проверки в потасовке участвовало 6-7 человек. Выясняя отношения, граждане умудрились сломать столы, стулья и побить посуду. Чуть позже было зарегистрировано заявление еще гражданки о том, что она обнаружила у бара Большой каньон, бесхозный сотовый телефон. На дорогах города тоже было не все спокойно. ДТП с пострадавшими произошло на пересечении улиц Пионерской и Победы. Водитель 86-го года рождения, управляя машиной «Шкода Октавия», при проезде нерегулируемой перекресткой неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Шевроле Лачете» под управлением водителя женщины 73-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. С ушибами женщину доставили в приемное отделение, там осмотрели и после отпустили домой. По словам начальника Саровского ГИБДД, продолжается работа по выявлению нетрезвых водителей на дорогах города. Таких за прошедшую неделю было задержано 9 человек, один из которых попался в третий раз. По всем фактам проводится проверка. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Кинозал городской художественной галереи приглашает саровчан на премьеру документального фильма «Микеланджело. Любовь и смерть», который рассказывает о великом итальянском художнике Микеланджело Буанаротти. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 7 февраля. Начало в 6 вечера. Билеты в кассе галереи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Каждый год в начале февраля школы города открывают свои двери для выпускников. Еще недавно бывшие ученики, а уже сегодня студенты, работники различных сфер и предприятий вновь садятся за парты и вместе со своими учителями вспоминают школьные годы. На встрече выпускников в 14-й школе побывала наша съемочная группа. Более 25 лет Евгений Крылов работает учителем истории в школе номер 14. За это время он выпустил три класса. Обо всех своих воспитанников Евгений Евгеньевич вспоминает с улыбкой. Говорит, что каждый класс уникален по-своему. Мне интересна история людей, история страны и история своих выпускников. Мне интересно узнавать, что с ними произошло за последние годы, что изменилось в их жизни. Как выясняется, у кого-то дети родились, кто-то на работу устроился, кто-то образование хорошо получил. У каждого свои достижения. И за этим приятно следить, наблюдать и составлять своеобразный такой архив своих выпусков. Евгений Евгеньевич бережно хранит в памяти историю достижений своих учеников. И каждый раз, листая классные фотоальбомы, Евгений Евгеньевич вместе с выпускниками вспоминает о тех лучших школьных годах, которые они пережили вместе. Конечно, скучаю. Кто не скучает по школе. Это как бы первое место, где там в детстве загонялки играли, уроки учили. Иногда прогуливали тоже, но все прогуливают. Потом за ум взялись. А по-моему, 11 классов. Последово на укупускной. Ностальгия. Более ста человек каждый год покидает стены школы. Выпускники 14-й стали инженерами и врачами, пожарными и учеными, воспитателями и поварами. Но в день встречи все они ненадолго возвращаются в свою школьную юность. А уже в сентябре появится еще один повод вновь собраться вместе. Школе 14 исполнится 30 лет. Ирина Вишегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. 88 дипломов и подарки от спонсоров. Во дворце детского творчества подвели итоги третьего городского конкурса «Театральный марафон профессии». Он проходил в два этапа. Конкурсанты снимали видеоролики о профессиях искусства, сельскохозяйственной отрасли и лингвистики. После этого определился список финалистов. В него в этом году вошли 4 школьных команды и 14 из детских садов. Долгие часы репетиций, подготовки декораций и костюмов позади жюри третьего городского конкурса «Театральный марафон профессии» отсмотрела все 18 выступлений финалистов и определила победителей и призеров. За подарками и дипломами на сцену дворца детского творчества поднимались юные артисты и их старшие наставники. Меня поражает, с каким энтузиазмом включаются в эту работу и педагоги, и родители, и дети. И какие замечательные результаты получаются. Это своеобразная ранняя профориентация. Мы в детском саду знакомим детей с разными профессиями. Но одно дело рассказать ребенку, показать какие-то трудовые действия, показать инструменты, рассказать о значимости труда. А другое дело разыграть это все на сцене. Все участники получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр. Финалистам вручили памятные подарки от компании «Саровинвест». А специальных призов от канала «16» удостоились две команды – из 8 детского сада и 17 школы. Третьи классики вместе со своими родителями рассказали о профессии режиссера. Это человек универсальный. Он должен решать кучу, совершенно огромнейшую кучу проблем. Как административных, так и съемочных общих, ну и так, собственно, и концептуальных, потому что это режиссер. В этом году участники конкурса инсценировали профессии сферы искусств и театра сельскохозяйственной отрасли и лингвистики. По правилам команда должна состоять из двух детей и двух родителей. Выступление 17-й школы жюри оценило высшими баллами. Никита Кузнецов исполнил на сцене главную роль. Это было очень волнительно, особенно когда объявляли. Я весь переобновывался. Когда объявили второе место, я поняла, что мы сразу на первом месте. В общем, я был главным. Памятные дипломы на церемонии награждения по итогам конкурса вручили педагогам школ и детских садов, которые оказали помощь в подготовке выступлений. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Хоккейный клуб Саров Инвест провел очередную игру в рамках 10-го тура чемпионата области. Соперником нашей команды стали спортсмены из Таншаева. Саровчанам не удалось одержать победу в домашнем матче. Итоговый счет на табло 3-5 в пользу гостей. По итогам встречи хоккейный клуб Саров Инвест продолжает занимать пятую строчку турнирной таблицы чемпионата области. Команда «Старт» из Таншаева – один из лидеров чемпионата Нижегородской области по хоккею в высшей лиге. Уже в первую минуту матча соперник отправил шайбу в наши ворота. Непростым выдался и второй период. Лишь в третьем саровчане смогли, наконец, распечатать ворота таншаевцев. Ну, вышли немножко, недооценили, когда соперники где-то, может, не настроились. Первый период провалили. Во втором что-то не получилось, много было моментов, не забили. Ну, в третьем более-менее игра выровнялась. Наши игроки уже встречались с таншаевскими хоккеистами в первом туре, уступив 4-2. В этот раз итоговый счет игры 3-5 в пользу гостей. В первых два периода играли хорошо в свою игру. Перед третьим, наверное, чуть расслабились, пропустили два ненужных гола. Потом как-то вроде подсобрались, еще раз изменили встречу в пользу нашу, в разрыве две шайбы. Потом опять ненужный гол. Третий период, я оцениваю, нестабильно. То есть мы как-то слабину дали. Напряженный хоккейный матч доставил много переживаний и болельщикам Саров Инвеста. Несмотря на неудачи, горожане изо всех сил поддерживали любимую команду. Игра мне нравится, но могла бы быть, конечно, лучше, но я болею за наших. Они молодцы. Достойно борются, но бывают моменты, на мой взгляд, не везет в каких-то моментах. Очень хорошая игра, мы довольны. Молодцы, ребята стараются, малейки не получаются, но ничего. Сейчас Саров Инвест занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата. 9 февраля наш клуб на выезде встречается с сокольскими медведями. Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Четыре путевки на первенство Приволжского федерального округа. Воспитанники секса единоборства Дюш-Шикар стали серебряными и бронзовыми призерами открытых соревнований по рукопашному бою в Мордовии. В условиях высокой конкуренции подопечные Валерия Трубина смогли показать достойный результат и обеспечить участие в первенстве по рукопашному бою в Уфе. Подробности в следующем репортаже. Пока вторая юношеская цель – стать мастером спорта. Дмитрий Мирюков шаг за шагом идет к исполнению своей мечты. Очередные соревнования, на которых он стал серебряным призером, показали, что потенциал у юноши есть. Но надо уделить больше внимания технике ведения боя и психологической подготовки. Соперники были подготовлены. Но в последние схватки не повезло. Не хватило характера. Дмитрий занимается в секции единоборств более четырех лет. Девятилетним мальчишкой вслед за другом он пришел учиться приему рукопашного боя. И с тех пор боевые искусства стали неотъемлемой частью его жизни. Поэтому каждый раз он детально разбирается своим тренером ошибки и промахи схватки на ковре. И первенство в Мордовии, когда он был в шаге от победы, не стало исключением. И захваты, и приемы, удар должен быть. Я мог ему много раз нанести удар. Но потом, когда уже рассматривал бой, уже понял, что уже совершенно сделано это. На второе личное командное первенство в Мордовии по рукопашному бою собрались сильнейшие спортсмены-юниоры из нескольких регионов страны. Более 150 рукопашников и самбитцев боролись за призовые места. Воспитанники Валерия Трубина впервые приняли участие в таком турнире. Подготовленные ребята были в каждом весовой категории. Ребята мои, воспитанники, провели не меньше трех-четырех боев. Поэтому я думаю, что это достойное было соревнование. Соревнования стали отбором на первенство Приворского федерального округа, которое пройдет с 28 февраля по 3 марта в столице Башкирии. По результатам проведенных боев на турнире в Саранске, четыре саровчанина обеспечили себе путевку на соревнования в Уфе. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова